Добрый день дорогие друзья! Вы на канале все обо всем. Сегодня я хочу показать вам какой же вид из моего окна. Каждое утро я встаю и любуюсь этой красотой. Зовут меня Елена. Итак, кому интересно, давайте посмотрим. Мы находимся в небольшом городке Черноморское, западное побережье Крыма. Вот дорогие друзья, сегодня у нас июнь, воскресенье. И вот каждый раз, когда я смотрю в окно, открывается такая панорама. Вдали видно море. Рядом школа. Средняя школа. Сейчас я покажу, увеличу и покажу вам. Вот посмотрите, вдали красные крыши домов так называемое строительство итальянская деревня. Кто интересуется недвижимостью в Крыму, есть брошюра Мистер Ханкут. Строительство итальянской деревни. Продается там недвижимость. Ну, вот так, вот таким образом из моего окна видна итальянская деревня. На брошюре есть фотография озера. Ну, вот видите, если приглядеться, там видно. Конечно, озером это не очень назовешь. Ну, неплохое болото. Но зато рядом с итальянской деревней, прямо через дорогу, находится городской пляж. Довольно-таки чистый, уютный. Чистое море. Вот, если еще раз приглядеться, то увидите колесо обозрения. Это парк. Парк тоже очень интересен. Много кафе, есть детские площадки, работают аниматоры. Но это же, конечно, в то время, когда приезжают туристы. Но в этом сезоне немножко туристический сезон затянулся, но уже подготовка идет всем ходом. Так, смотрим дальше. Вот видите, там шпиль вдалеке. Это церковь. Очень красиво. Я потом покажу поближе. Как-нибудь на прогулке буду ходить и покажу поближе церковь. Здесь все есть магазины. Крыльевический музей, кстати, очень есть интересный, в котором тоже побывала. Нужно будет сходить и снять видео. Довольно-таки будет интересно. А так, посмотрите, сколько зелени. Красивые такие дома. Ну, вот еще раз посмотрим мы частный отель, который уже готов к приезду туристов. Ну, еще хочу похвастаться я своим балконным огородом. Сейчас мы плавно переместимся на мой огород, так называемый. В прошлом году я уже имела удовольствие попрактиковаться и высаживала окурцы и помидоры. Вот видите, еще веревочки у нас здесь висят. В этом году запланировала пораньше посадить, но не удалось из-за понятного карантина. Потому что сами мы живем в Петербурге, а здесь сюда на лето в Крым приезжаем отдыхать. Вот такие в таком виде мои огородчики и помидорчики. Их еще нужно кое-какие рассадить. А так вот в таком виде. Они у меня будут расти, пока они еще маленькие, совсем крохотные. Сегодня я их пересадила, удобрила. А удобрение, кому интересно, я делаю натуральное. Сейчас на полях много цветов. Я в вазочку ставлю цветы. Ну, естественно, дня через 3-4 вода начинает цвести. Эту воду собираю, сливаю. Разбавляю ее теплой водой. Некипяченой, водопроводной, отстойной. И поливаю этим вот мои растения. Огурчики и помидорчики. Им хватает. Кого заинтересует, я могу сказать, какие сорта я высадила. Вот, будем следить. В том году очень много было огурцов, помидоры. Не успели вызреть. Ну, я их сорвала зелеными. И они у меня дома в Питере дозрели. Были очень сладкие, вкусные. А огурцы, конечно же, здесь были плетьи такие. Зеленые листья. Ну, еще увидите. И когда висят огурцы, выходишь на балкон. И здесь оранжерея. Оранжерея. Это просто замечательно, здорово. Ну, вот так я познакомила вас со своим огородом. Ну, вот, дорогие друзья, буду с вами прощаться. До новых встреч. До новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok